А вообще, если мы говорим про музыку в кино, вы считаете, это существенный, саундтрек вообще, это существенная составляющая или все-таки главное, что картинка главная? Я думаю, что это все, ну, это вообще кино, это совокупность большого количества качеств и приемов, поэтому музыка, так же, как и картинка, так же, как и актеры, так же, как и, ну, в общем, мезансценирование, это все важно. Я знаю людей, которые там считают, что в принципе в кино главное это актеры, либо наоборот в кино это главная картинка, мне кажется, что это все настолько, то есть внешне и внутренне они неразделимы, одно работает на другое всегда, и одно зависит от другого, поэтому это все в совокупности должно быть единым произведением. Ну, вот вы меня сейчас открыли эту дверь насчет кино и кто у нас кино главный. Вот о чем я подумал. Существует такое мнение, я, кстати, его не разделяю, но оно, тем не менее, существует, что режиссером может быть только зрелый человек с опытом, у которого какой-то жизненный багаж, какая-то там история в жизни, которая его сформировала. 22 года, ну, такой, в общем, ну, скажем так, принц, да, человек из династии. Что вообще перепахало 22-летнего режиссера, что он может, какой месследж он может донести до зрителя? Я, честно говоря, не уверен, что режиссура это профессия для людей, ну, то есть это то, о чем вы говорили, это правильно, это правда, действительно, режиссер должен быть человеком с жизненным опытом, взрослым, это как бы, это правильно по канонам, что ли, в результате. Но мне кажется, мне, я проучившийся в Авгике 5 лет среди своих сверстников, а у нас очень молодой курс, у Владимира Ивановича Хатиненко, очень молодой курс. И мне интереснее было смотреть как раз на работы сверстников, потому что они, в них есть какое-то, вот это, не существует еще такого насажденного представления о том, что хорошо и что плохо, которое появляется у взрослого человека с вот этим самым так пресловутым опытом, о котором говорится, то есть это еще все такое свежее, неправильное, немного наивное, но искреннее и чистое, то есть я в 16 лет, у меня было определенное представление о любви, о том, что такое любовь, и я мог об этом снять кино, и оно получилось бы, ну, каким-то вот, оно получилось бы таким. Через, вот сейчас мне 22 года, и для меня любовь это совсем другое, но это не значит, что в 16 лет я был неправ. То есть это, это возможность преподнести зрителю какие-то вещи, которыми ты болеешь, в которые веришь, пусть они будут не совсем правильные, но они от этого и интересны. Нет, я считаю, допустим, вот, что лучшая работа Никиты Михалкова, нашего классика, это свой среди чужих, и он снял ее, в общем-то, в достаточно таком, юном для режима. Режиссера, абсолютно, в возрасте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.